День за днём План выполнен. В Якутии в 2017 году построили больше 600 тысяч квадратных метров жилья. Итоги подвёл Минстрой региона. Минимальный размер в этом году в России повысят уровень МРОД. Он будет составлять 85% от прожиточного минимума. Испытания холодом. В Якутию привезли два новых вертолёта. Для новых машин планируют устроить тест при 50-ти градусных морозах. В будущее юные учёные со всей республики собрались в Якутске. Больше 2000 школьников защитили свои проекты на 34 площадках. Всё по графику. В северные и арктические районы Якутии идёт завоз грузов. До местного значения доставили 24% от запланированных объёмов. Центр избирком завершил приём документов у кандидатов для выдвижения на выборы президента России. Последний срок был в ночь с 7 на 8 января. А у кандидатов от партии для подачи документов было немного больше времени. Их ждали до конца суток 12 января. Ранее в ЦИК документы подали 15 самовыдвиженцев. При этом только двум из них, действующему президенту России Владимиру Путину и депутату Костромской областной думы, заслуженному изобретателю России Владимиру Михайлову, было разрешено открыть избирательный счёт и начать сбор подписей. Всего же о намерении участвовать в выборах в формате самовыдвижения заявили 46 человек. Что касается кандидатов от партии, то ЦИК пока зарегистрировал уполномоченных 14 организаций. Сейчас все они, кроме Жириновского и Грудинина, должны вести сбор подписей и в свою поддержку. А все остальные непарламентские партии должны собрать 100 тысяч подписей по всей России. И с таким условием, что из одного субъекта Российской Федерации не более 2,5 тысяч подписей должно быть собрано, чтобы равномерность более-менее обеспечить. А самовыдвиженцы же обязаны 300 тысяч подписей собрать. Это, конечно, архисложная задача. И все эти лица должны подать собранные подписи в Центральную избирательную комиссию до 31 января. Таким образом, в предвыборной гонке участвуют 20 человек, 2 самовыдвиженца и 18 кандидатов от партии. Окончательный их состав станет известен к 10 февраля. Выборы же президента России состоятся 18 марта. Ну а сейчас поговорим о новинках этого года. Минимальный размер оплаты труда в Якутии с начала 2018 составил в среднем 24 тысячи рублей. Рост минимальной зарплаты в России – это поручение главы государства о поэтапном приравнивании МРОД к прожиточному минимуму. Кроме того, в начале декабря 2017 года Конституционный суд страны принял свое решение, в соответствии с которым МРОД не должен включать в себя северные коэффициенты и надбавки. Они должны начисляться поверх. О плюсах и минусах такого решения расскажет Юлия Михайлова. В Якутии в 2017 году размер минимальной заработной платы составил в сумме 17 388 рублей. В 2018 году с учетом северного коэффициента – 0,7. Размер МРОД составит примерно 23,7 тысячи рублей. Это очень серьезный шаг к борьбе с бедностью в нашей стране. Это действительно заработное платье изменит ситуацию с точки зрения повышения доходов. На население, особенно тех, кто получает маленькую заработную плату. Осенью этого года Владимир Путин дал поручение о поэтапном приравнивании МРОД к прожиточному минимуму. Соответствующий закон был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации. Согласно закону МРОД, с 1 января 2018 года должен быть не менее 85% от величины прожиточного минимума, установленного в регионе. У нас с 1 января будет браться минимальный размер оплаты труда – 9 489 рублей, установленные в Российской Федерации, и с учетом районного коэффициента и северных мероприятий. Минимальная заработная оплата, которая установлена у нас в июле 2017 года в размере 17 488 рублей, она утрачивает. Трехсторонняя комиссия приняла такое решение. И на сегодня, с учетом того, что на МРОД будет начисление северного коэффициента, эта величина будет равняться 23 тысячи с половиной примерно. Для выполнения этой задачи с начала года Якутии потребуется почти 2,5 миллиарда рублей дополнительно. Еще в декабре, вслед за решением Конституционного суда Российской Федерации, многие регионы, где при начислении зарплаты применяются северные коэффициенты и надбавки, заявили о недостатке собственных средств на эти цели. Без помощи федерального центра решить эту задачу крайне трудно. А на кого придется рассчитывать малому бизнесу? В данном случае я не с очень большим восторгом, потому что здесь затронет именно ту систему оплаты, которая у меня, она и так у меня и у других предпринимателей в целом, она и так трещит по шампу. Нам надо искать где-то что-то, в данном случае куда-то эти затраты надо включить. И в себестоимость той же продукции, в себестоимость услуги и прочее. То есть опять же увеличится все. На сегодня в предприятиях малого и среднего бизнеса Якутии трудится порядка 50 тысяч человек. Чтобы их количество увеличилось, а не сократилось, нужны действенные меры поддержки, говорят сами предприниматели. Дешевый кредит, вот, к примеру, принято постановление председателя правительства Российской Федерации. Кредиты под 6,5%. Опять же выделение банков. То есть банкам будут выдавать, а там основные требования. У предпринимателей должны быть задолженности по зарплате, по налогам и сборам. И самое главное, хорошая кредитная история. Но если взять на сегодняшний день, среди предпринимателей, то практически 70-80% у всех эти проблемы есть. И не от того, что они плохие предприниматели, а от того, что просто у нас система так изложена. Где-то платежи не прошли, где-то еще что-то, то есть работа идет, пропустил где-то какой-то срок, все. Ты уже не подходишь к этому, не можешь взять тот же кредит. То есть со стороны государства должны быть именно действенные действия на нашу сторону. Мы, предприниматели, готовы работать. Прежний мрот в республике 17 388 рублей. Практически достиг сегодняшней величины прожиточного минимума в 17 586 рублей. Но по решению Конституционного суда мрот не должен включать северные надбавки и коэффициенты. Тогда за отправную точку расчета в республике установили российский мрот в 9 489 рублей. С 1 мая мрот должен сравняться с величиной прожиточного минимума полностью. Сколько потребуется средств в казне республики на выполнение этой задачи, пока неизвестно. В органах госвласти, муниципалитетах идут расчеты. Юлия Михайлова, Владимир Павлов, Нюрбинский филиал НВК Саха, Якутия. День за днем. Новые модели вертолета МИРа ширяют возможности авиации страны. С прошлого года холдинг вертолеты России начал серийное производство Ми-171А2, который получил возможности беспилотного аппарата. С момента создания опытного образца специалисты машину проверяют на профпригодность. Завершающим и самым экстремальным испытанием будут полеты при сверхнизких температурах. Мы уже рассказывали, что вертолеты с бригадой инженеров и летчиков-испытателей прибыли в Якутию. О предстоящей работе специалистов и о возможностях новых вертолетов в материале наших корреспондентов. Мы заявляем, что эта машина будет летать до температур как минимум минус 50 градусов. Ну а такую температуру нам может только якутская земля предоставить. Летная молодость прошла на Дальнем Востоке. Я служил в Амурской области, в Хабаровском крае. Поэтому приходилось летать и правда только на юг Якутии, на север Якутии не приходилось. В данном случае мы проводим сертификационные испытания вертолета Ми-171А2. Это новая модификация вертолета, так называемая, легендарная была вертолета, я бы сказал, вертолета Ми-8. Одним из тестирующих выступит заслуженный летчик-испытатель России Владимир Кутанин. Его летный стаж начинается с 1981 года. За это время он испытал много вертолетов. И каждый раз, когда Владимир Николаевич проверяет новую машину, он вносит свою лепту в развитие отрасли. По сути, именно летчик-испытатель дает флаг в руки пилотам и выпуску новой техники. Вот ребенок радуется новой игрушке, да, так и какой-то степени. И даже взрослый дядя с приставкой-испытатель радуется появлению чего-то нового на нашем рынке. А это, да, это машина, так скажем, интересная. Это летающий, по сути, компьютер, где уже нам ставится задача не возлагать всю ответственность только на летчика, а превратить летчика в летчика-оператора. Конкретно эту совершенно новую модель специалисты проверяют уже четвертый год. На территории республики они протестируют авионику, а именно жидкокристаллический дисплей, который является инновацией в российском вертолетостроении. Ми-171А2 – это многоцелевой вертолет среднего класса, который является продолжателями таких моделей, как Ми-8 и Ми-17. От своих предшественников он получил внешний вид, но имеет более 80 конструктивных отличий, в том числе и двигатели нового образца российского производства. Он будет использоваться как в медицинских целях, так и в грузопассажирских перевозках. Максимальная скорость новых Ми достигает 280 км в час. Предельная взлетная масса составляет 13 тонн, что на 700 кг больше, чем у предшественников. Даже в случае выхода из строя одного из двигателей вертолет может продолжить полет с максимальной загруженностью. Вертолет Ми-8 его знают и якутяне, его знает Дальний Восток, потому что это основная рабочая машина в России, в том числе и на севере. И машина получилась настолько удачной, что мы ее постоянно модернизируем и как бы предела пока не нащупали. И вертолет Ми-171А2 – это дальнейшее развитие этого вертолета. Это новые двигатели, как я уже говорил, это новые композитные лопасти. Это обеспечит ему и большую скорость, и большую экономическую эффективность, что должно заинтересовать эксплуатанта наших машин. Программа испытаний предусмотрена около 20 полетов при температуре воздуха до минус 50 градусов с погодными условиями, допускающими обледенение. В эти дни такую низкую температуру метеорологи прогнозируют в поселке Первый Хомустах Намского района. В нашей авиаплощадке должны пройти испытания по выморозке. Это процедура неоднократной заморозки и разморозки техники. После этого они получат необходимую сертификацию от экспертов. Главные авиакомпания и аэропорт республики регулярно оказывают помощь в проведении летных испытаний новой техники. Авиационно-техническая база является площадкой для проведения испытаний. В 2012 году проводились испытания самолета «Суперджет». В 2017 году здесь проводились испытания казанского завода вертолетов «Ансад». Сертификат Росавиации, полученный в августе 2017 года, позволил начать серийное производство Ми-171А2. Также начались поставки машин коммерческим заказчикам. Первые контракты на поставку за рубеж заключены с компаниями стран Индии и Казахстана. Тем самым новые модели вертолета Ми значительно расширяют возможности авиации страны. Василий Радченко, Любовь Васильева, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск. Более 600 тысяч квадратных метров жилья построили в республике в 2017 году. Это ничем не меньше предыдущих рекордных показателей 2016-го. Об этом на встрече с журналистами на выходящей неделе сказала министр архитектуры и строительного комплекса Якутии Вера Кузакова. Также она отметила, что год был трудным, но и в то же время эффективным. Вышла на финишную прямую реализация программы переселения жителей из аварийного фонда. Ввели 9 проблемных объектов долевого строительства. Кроме того, вопреки неблагоприятным экономическим прогнозам на год для всей страны, в общем, республика смогла достигнуть плановых показателей по вводу жилья. Но и наступивший год обещает быть не менее активным. Какие перемены ждут строительный комплекс в 2018 году, как они скажутся на сфере и какие итоги подводят за предыдущий год, расскажет Сарглана Захарова. Олег Сручков осматривает свой будущий дом и участок. Работы почти завершены, остается только запустить газ и воду. Первым делом после окончания строительства молодой человек планирует перевести в новый дом свою семью. Сегодня дети и супруга живут у родственников в Сунтарском районе, но совсем скоро у молодой семьи появится уже своя крыша над головой. У меня двое детей, сам я работаю сварщиком. Конечно, я очень рад, что могу заселиться в такой дом. Планов много, посадить огород, обустроить двор, ну и еще много чего построить на участке. Дом построили по программе обеспечения жильем детей-сирот. Олег признается, что не хотел бы жить в многоквартирном доме частной намного лучше. Своё пространство, самостоятельная жизнь. Вместе с ним участки в селе Апана в микрорайоне Озерный получат еще 13 человек по этой же программе. В микрорайоне Озерный на сегодня все 14 домов построено. Они имеют благоустройство, автономное газовое отопление, участки на 15 соток. Для деревенского жителя самое подходящее условие. Надеюсь, что будущие хозяева смогут и скотину развести, и огород посадить, и многое другое сделать на своих участках. Примечательно, что Апана единственное село в республике, где возводят для сирот частные дома. Решение было принято совместно с профильным министерством. Благоприятствовало ему и наличие свободных семейных участков с развитой инфраструктурой. По финансовой части у нас никаких дополнительных затрат не было. Именно так, как этот квартал обеспечивает всей инженерной инфраструктурой, тут наоборот пошла экономия средств. И я считаю, что это очень эффективный метод строительства и обеспечения жильем детей-сирот. Если говорить о финансовой стороне вопроса, то в 2017 году по этой программе было освоено из госбюджета 750 миллионов рублей. Новое жилье получили 490 детей-сирот. Намский УЛУС построил дома на сумму больше 46 миллионов рублей и обеспечил жильем 21 гражданина особой категории. Что же касается общей картины по индивидуальному жилищному строительству по всей республике, то из 620 тысяч квадратных метров оно составляет почти одну треть. И это пока предварительные данные. Как правило, окончательные итоги подведут только в феврале. В конце декабря свои ключи от многострадальных квартир получили обманутые дочки северной строительной компании. После нескольких лет ожидания участники строительства дома на улице Каландрашвили в Якутске своими силами достроили объект. Мы вошли в долевое участие еще в 2011 году. Хотели, чтобы наши дети во время учебы в университете жили в этом доме. Но столько лет прошло уже с обещанной даты. Заплатили тогда за квадратный метр 71 тысяч рублей. Взяли ипотеку. Потом дом взял под свою ответственность наш председатель Александр Николаевич Михайлов. Мы его очень сильно благодарим за такую помощь и поддержку. Благодаря ему, наконец, мы смогли заселиться. На глазах слезы, слезы радости и в то же время обиды. Маленькие квартиры студии со всеми доплатами обошлись дольщиков в среднем в 4 миллиона рублей. Компенсировать затраты, как водится, никто не будет. Застройщик еще прошлой зимой был признан банкротом. Минстрой Якудии софинансировал завершение строительства 25 миллионами рублей. И это не единственный проблемный объект, который смогли достроить общими усилиями. Семь объектов в 2017 году мы все-таки сумели совместно с муниципальными образованиями, с инициативной группой самих дольщиков, смогли завершить и сдать в эксплуатацию 7 объектов. Из 16 у нас остается 9 объектов, которые будем дальше продолжать в 2018 году. 5 объектов ставится задача ввести в 2018 году. С прошлого года начались кардинальные перемены в этой части строительства. Страховой фонд ликвидировали как неэффективный механизм и заменили его компенсационным. Теперь застройщики перед заключением сделки с дольщиком обязаны вносить в него 1,2% суммы всего договора. В случае фиаско строительства из средств фонда пострадавший сможет либо вернуть вложенные средства, либо направить их на достройку объекта. Изменения в закон продолжат носить и в этом году. Заметно ужесточат требования к уставным капиталам строительных компаний. На счете застройщика на всем протяжении строительства должно находиться не менее 10% от общей стоимости объекта. Больший жилищный дом, например, на 200 квартир, он, грубо говоря, будет стоить порядком 1 миллиард рублей. И у него на счете должно быть примерно 100 миллионов рублей. И не всякий застройщик сможет такие средства предъявить для момента получения разрешения на строительство. На сегодняшний день, как сообщил замминистра, этим требованием отвечают всего 6 компаний из 60 на рынке республики. Такие обстоятельства могут повлиять как на положение дел с ценой за квадрат, так и объемами строительства. Поэтому правительство региона одним из предложений федеральной структуры вносит отсрочку принятия изменений в закон еще на один год. За это время компании должны прийти в соответствие с требованиями. Однако, с другой стороны, по мнению и самих строителей, эти нововведения помогут очистить рынок от недобросовестных застройщиков. Могу сказать, что увеличение уставного капитала – это как бы такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что из себя представляет компания. Потому что есть очень много примеров, когда маленькая компания, которая ничего не имеет, у которой нет материально-технической базы, а только уставной капитал в 10 тысяч не может технически достроить данный объект. В наступившем году должны построить в республике в общей сложности 520 тысяч квадратных метров жилья. Сокращение объемов объясняется с завершением федеральной программы переселения из аварийного жилфонда. Но республика продолжит реализацию уже за свой счет. Ведомство планирует ввод от 7 до 8 тысяч квадратов по программе. А вот предыдущий план должны завершить уже в феврале этого года. Осталось ввести в эксплуатацию всего 9 домов. Саргалана Захарова, Иван Семенов, филиал НВК Саха в Намском районе, Якутия, день за днем. Я напомню, вы смотрите итоговую программу «Якутия, день за днем». Далее мы поговорим вот о чем. Шаг в будущее. Юные ученые со всей республики собрались в Якутске. Больше 2000 школьников защитили свои проекты на 34 площадках. Все по графику. В северные и арктические районы Якутии идет завоз грузов. До местного значения доставили 24% от запланированных объемов. Недостаточная толщина. В Иркутской области на реке Лени под лед провалился бензовоз. Но об этом сразу после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. И вновь в эфире итоговая программа «Якутия, день за днем». И мы продолжаем говорить о главных событиях уходящей недели и не только. Бензовоз с топливом провалился под лед на Лени в Иркутской области. Инцидент произошел в ночь на 11 января в Киринском районе. Водитель попытался пересечь реку вне ледовой переправы. В результате подо льдом оказалась автоцистерна с 20 тоннами топлива. Водителю удалось выбраться из машины. Для того, чтобы спасти транспорт, к месту отправили автокран. Но он также провалился под лед. На месте провала техники образовалось маслянистое пятно из-за разлива топлива из бака автокрана. Ликвидации последствий мешают недостаточная толщина льда для тяжелой техники, которая составляет всего 30 сантиметров. В настоящее время спасателями Северного поисково-спасательного отряда противопожарной службы Иркутской области осуществляется сбор и уничтожение нефтепродуктов, разлившихся и находящихся на поверхности. Также проведено заседание КЧС, на котором решено в ближайшее время приподнять кран. Это будет производиться не так легко. Автомобиль находится на глубине более 5 метров. Толщина льда не превышает 30 сантиметров. Операцию будут проводить очень бережно, так как никто не знает, повреждена ли сама цистерна, в которой находится 20 тонн нефтепродуктов. Больше 150 тысяч тонн грузов уже доставили в северные арктические районы Якутии. Это 24% от запланированного на текущий сезон объема. Показатель в два раза превышает количество грузов, завезенных в аналогичный период прошлого года. Тогда, напомним, из-за погодных условий возникли проблемы с обустройством зимних дорог. Сложная ситуация была в Колымо-Индиагирской группе и в Абыйском районе. В этом же году все работы идут согласно графику, а значит срокам доставки ничего не должно угрожать во всяком случае со стороны погоды. Всего же планируют доставить почти 650 тысяч тонн грузов. Подробнее об этом расскажет Дмитрий Тымыров. Работы без остановок и выходных. Все автозимники республики работают бесперебойно, чтобы обеспечить самое главное – своевременную доставку грузов. Проблемы по доставке грузов были в ряде районов, но на сегодня все эти вопросы успешно решены. Проблемы были по Среднеколымскому району. Там, значит, у нас на озерах имелся факт, но не у нас, у дорожников. Это провалы тяжелой техники бульдозерной именно на озерах. Но, тем не менее, техника восстановлена, продолжает работать. По Абыйскому району были опасения по Саганнаху, но сейчас до 10 тонн также тонн наш уже увеличен. По Саганнаху у нас Абыйского запасы топлива имеются до 1 марта. Это и у коммунальщиков, и у энергетиков, поэтому там больших опасений не было. Если в прошлом году аномальная теплая зима помешала завозу грузов, то в этом году ситуация не такая критическая. Правда, погода все равно внесла свои коррективы. Сейчас Каламин-Дигирская группа удусов находится под воздействием циклона. Тем не менее, дорожные службы стараются обеспечить открытие всех автозимников согласно срокам. Опоздание от графика открытия происходит в основном из-за тонкого льда и от теплой погоды. За последние два года вот такая тенденция уже имеет место быть. Также были сигналы по доставке продуктов питания по ряду районов. По линии Якута-Пторга на прилавке отдаленных населенных пунктов выставили то, что осталось от прежнего завоза. Из оставшихся 155 тонн по плану до Нового года в райцентры доставили авиационным транспортом более 166 тысяч тонн. Кроме того, продукты по заявкам глав муниципальных образований из районных центров от Донеслегов были доставлены стыковочными авиарейсами. Сегодня нету сбоев по завозу продуктов питания, по обслуживанию почты России. И сегодня выступление самих жителей, сегодня была вынесена оценка положительная, ну на хорошо, была дана оценка на хорошо. И, соответственно, сегодня таких претензий в адрес администрации и правительства республики, конечно, не имеется. Правительство республики ежегодно проводит аналитическую работу и с учетом этого корректирует механизмы доставки грузов в отдаленные районы Якутии. Так, в этом направлении сегодня успешно ведется работа совместно с предприятием «Дороги Арктики». Структурные подразделения предприятия, в свою очередь, обслуживают автоземники уже на местах. Дальше у них сети сейчас идут уже по колумбской группе районов. В плане открытия своих подразделений – это «Зырянка», это, значит, Нижняя Колыма, Средняя Колыма, поэтапно, то есть в силу своих сил и возможностей. Далее у нас, значит, по Устьянскому району, по Верхоянскому району, также у Министерства транспорта есть намерение создавать свои филиалы. Конечно, эффект есть. Новые механизмы уже дают свои плоды. Если раньше в Абыйском районе открывали автоземник в феврале-марте, то в этом году дорога практически была готова к эксплуатации в декабре. Такая же ситуация складывается в Верхнеколымском и Верхоянском районах. Там своевременно были развернуты работы подразделениями дорог Арктики. Исходя с прошлого года, аномального года, мы сделали свои выводы. И где это возможно, по некоторым участкам, сделали сухопутные автоземники. На сегодня в большинстве районов запасов топлива хватит до 1 марта. Поэтому перевозки идут по плану. В ближайшее время в ряде районов обещают увеличить тоннаж. Если так брать по республике, то плановые сроки у нас открытия и происходят. До Юнхая мы уже открылись. До Батагая от Тополиного тоже есть автоземник. До Депутатского есть автоземник. С Белой горы до Хану у нас открыт. Правда, с ограничениями тоже будем увеличивать грузоподъемность. В целом пробивка и трассировка автоземников, а также доставка грузов идет в установленные сроки. В северных и арктических районах дорожники работают в усиленном режиме, чтобы уже как можно раньше открыть проезд большегруза. Дмитрий Томыров, Георгий Григорьев, Иван Семенов. Филиалы НБК «Заха». Якутия. День за днем. С Нового года в России в силу вступили законы. Они затрагивают многие сферы жизни жителей страны. Новая система обращения с отходами телемедицина. Уведомления о прохождении диспансеризации и многое другое. Среди них и изменения, которые ужесточают контроль за управляющими компаниями. С чем и как предстоит жить в 2018 году, расскажут наши корреспонденты. Перейти на новую систему обращения с отходами и организовать их утилизацию регионам поможет новый закон, вступивший в силу с начала года. Он упрощает организацию раздельного сбора мусора. В этом году появляется обязательная процедура согласования с жителями расположения свалок и мусоросжигательных заводов. Для перехода на новую систему обращения с отходами в каждом регионе должен быть выбран региональный оператор. Сейчас с этой задачей справился 21 регион. У остальных есть время до мая 2018 года, чтобы определиться с выбором. Теперь врачи смогут помогать на расстоянии. Консультировать по телефону и интернету. Вступил в силу закон о телемедицине. Страховые медицинские компании теперь обязаны присылать людям, которым рекомендуется пройти диспансеризацию, СМСки, письма по электронной почте с напоминанием, либо звонить им по телефону. А медучреждения так организовать прием людей, чтобы они, придя на диспансеризацию, тратили минимум времени. Особенность новой диспансеризации – более активный онкоскрининг. В России ввели налоговую амнистию для граждан. Признали безнадежным сысканию имущественные налоги физлиц и пени по ним, которые скопились к 1 января 2015 года. Кроме того, власти спишут, не даем по налогам, пени и штрафы у индивидуальных предпринимателей, скопившимся на эту же дату. Ужесточен контроль работы управляющих компаний в многоквартирных домах. Вступившие в силу изменения в жилищный кодекс упрощают отказ жителей от услуг организации, которые занимаются обслуживанием дома. Ранее действовали правила, которые позволяли изъять дом из управления недобросовестной УК в судебном порядке, что занимало много времени. Для неработающих пенсионеров пенсии с 1 января стали больше на 3,7%, социальные – на 4,1%. Важный момент – в этом году проиндексированную пенсию начали платить раньше, а не с 1 февраля. Менее затратно станет жителям республики проживать в Якутске. Речь идет о родителях с детьми, которым необходимо лечение в столице региона. Ведь в подобной ситуации самым большим расходом, кроме самого лечения, является аренда жилья. Да что говорить, порой и сами жители города не всегда могут позволить себе аренду. Расценки начинаются с 20, а то и 25 тысяч рублей за месяц. При этом необходимо оплачивать и коммунальные услуги. Но эту проблему решили исправить. И для жителей района, которые приезжают в столицу республики с детьми для лечения, существуют льготы на аренду. Кто их и как их может получить, расскажет Серглана Федорова. Воспитание ребенка с инвалидностью сопряжено с большими затратами. Семьи из Улусов, приезжая в столицу на очередное обследование, зачастую сталкиваются с проблемой жилья. Теперь у них появилась возможность снять жилье со скидкой. В аренду по льготной стоимости сдают новостройки на Каландрашвили 25А и на Богдана Чижика 31. В девятиэтажном доме по Каландрашвили в аренду сдают сразу несколько квартир. Все они полностью мебелированы. В этом доме по льготной стоимости сдаются в аренду 9 квартир. Если аренда однокомнатной квартиры стоит 20-25 тысяч, то для таких семей по льготе будет 14 тысяч. Плюс жильцы оплачивают за свет, воду и газ. Стоимость двухкомнатной 16 тысяч и трехкомнатной 20 тысяч рублей. Сюда входит стоимость жилищно-коммунальных услуг, кроме счетчиков. В доме по улице Богдана Чижика 31 сегодня завершаются отделочные работы. В доме предусмотрено 37 однокомнатных квартир. Все 37 квартир мы пока предварительно планируем сдавать про льготную стоимость. Цена льготной стоимости будет уже фиксироваться на завершающих этапах. То есть после приобретения мебели бытовой техники мы подобьемся этой стоимости. Желающим подать заявку необходимо иметь подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации. Зарегистрироваться в ВИСЯ можно на портале иякутия.ру или госуслуги.ру. Затем подтвердить свою учетную запись в любом из центров обслуживания, адреса которых доступны на портале. То есть можете облиться либо в пенсионный фонд, либо в МФЦ, либо же к нам в Министерство связи. Либо если вы находитесь вне города Якутска, в районе, то там по большей части есть скорее всего в администрациях муниципальных образований. Прием документов будет осуществляться онлайн завтра с 9 утра до 5 вечера. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте портала. В ближайшие дни Минстрой рассмотрит все полученные заявки. После этого ипотечное агентство заключит договор найма и арендаторы смогут получить ключи от квартир. Следующий прием заявок планируют провести уже в феврале. Саргалана Федорова, Владимир Павлов, Василий Слепцов, НВК САХА, Якутск. Тем временем картонные школьники, как бы это ни звучало, должны снизить количество дорожных транспортных происшествий в Якутске. ГИБДД установило вдоль дорог города 4 манекена ребенка-пешехода. Они оборудованы светоотражающими элементами для того, чтобы их можно было разглядеть издалека и в темноте. А количество их на дорогах Якутска планируют увеличивать. Подробности далее. На этой машине задерживали преступников, яных водителей. Пятилетний Саша мечтает поработать сотрудником ГИБДД. Сегодня его мечта осуществилась. Он попробовал себя в роли маленького инспектора. Уважаемые участники дорожных движений, строго соблюдайте игра дорожных движений. Воплотить мечту в жизнь помогла сестра Саши, которая и написала о желаемой будущей профессии брата в редакцию газеты «Якутск-вечерний». Сначала мы волновались и ждали, потом в один день однажды они ответили. И я жестко радовалась, что редакция исполнила заветную мечту моего брата. С трех лет он начал уже играть в полицию. Мы ему всегда покупали машинки, набор спецназа и все такое. Саша также принял участие в установке манекена школьника, оснащенного светоотражающими элементами. Благодаря этому водители без труда смогут заметить фигуру и снизить скорость автомобиля, приближаясь к пешеходным переходам. Мы ставим сейчас манекены детей со светоотвращающими элементами, чтобы водители перед пешеходными переходами возле школ сбрасывали скорость. Эти манекены мы будем устанавливать по городу и будем менять их периодически в места дислокации, чтобы водители не привыкали к одному и тому же месту. Здесь находится школа. Стараемся вблизи мест скопления детей устанавливать. По данным ГИБДД, из-за невнимательности водителей и несоблюдения скоростного режима происходят наезды на граждан на пешеходных переходах. Инспекторы подобные манекены планируют разместить по всему городу, вблизи учебных заведений и на особо опасных участках дороги. Василий Радченко, Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск. И последнее. В столице республики прошла республиканская научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Более двух тысяч молодых исследователей со всей республики защищали свои проекты по 34 темам различных научных направлений. С плодами творчества молодых исследователей и с самыми интересными проектами ознакомилась Саргулана Федорова. Беспилотный летательный аппарат, морозоустойчивый керамический материал. Молодые исследователи мыслят широко. Многие представленные работы затрагивают сферы жизнедеятельности на Крайнем Севере. Например, школьники научились делать мыло из жира жеребятины и говядины. Выпустили специальную книгу «Пушные звери Якутии» для незрячих детей. А школьница Гульнара Горохова начала изучать народный метод лечения рыбой. Например, при ангине женщины рыбы перемешивают в половине стакана теплой воды и тщательно полоскают горло. В переломах трещины растяжения смазывают места поражения клеем, а сверху накладывают пухом гуся или жестью зайца и забинтовывают до выздоровления. Одна из массовых профессий будущего – оператор дрон. Беспилотники уже широко используются не только для фото и видеосъемок, наблюдений территории, но и для доставки грузов. Илья Осисько из Нерюнгринского района самостоятельно собирает конструктор беспилотного летательного аппарата. Я просто читал много форумов, спрашивал у людей в соцсетях, как это делать, помогали. Ну, себестоимость этого дрона где-то 10,5 тысяч рублей. То есть поражение с аналогом – это весьма дешево. Мне Егор Фанасьевич посоветовал собрать беспилотник для доставки грузов в Улусы и дальненоселенные районы. Сейчас проблема сделать так, чтобы моторы не остывали, аккумуляторы. Там есть небольшие наработки, но они пока еще прям в стадии зародыша. Юные исследователи защитили свои проекты как на русском, так и на английском языках. Я исследую строительный материал керамический. Я создал стеновой керамический материал, который хорошо воздействует на холодные климаты. До обжига наш образец с контрольным составом, то есть с нулевым. Мы добавляли, чтобы упрощенить и чтобы строительный материал стал качественнее, молодость и клобой. Программа мероприятие обширное. Помимо выступлений со стендовыми докладами, молодые исследователи соревновались в интеллектуальной игре, посетили семинары ученых по исследовательским работам. Основу развития программы «Шаг в будущее» в Якутии заложил академик Владимир Ларионов. В этом году республика отмечает его 80-летие. Конференция проводится уже 22-й раз и имеет хорошие результаты. Я вот лично сама с 5-го класса принимала участие в конференции «Шаг в будущее». И с помощью этой конференции вступила в научную деятельность. Активно занимаюсь научными исследованиями. И в студенчестве этим продолжала заниматься. Поступила в аспирантуру. И сейчас моя жизнь полностью связана с научно-исследовательской деятельностью. Нынешняя конференция стала подготовительным этапом к первым международным интеллектуальным играм, которые пройдут в Якутске. Международные интеллектуальные игры у нас в этом году состоятся с 8 по 15 июля. И в рамках этих интеллектуальных игр будет много мероприятий, связанных именно с исследовательской деятельностью школьников. Победители получили рекомендацию для участия в международных и российских конференциях. Статьи дипломантов будут опубликованы в журнале «Вестник Малой академии наук Республики». Но лучшим достижением молодых исследователей станет воплощение в жизнь их смелых и интересных проектов. Саргалана Федорова, Оксана Устинова, Иван Семенов, Владимир Павлов, Якутия. День за днем. Такой мы запомним уходящую неделю. О том, что будет дальше, вы всегда можете узнать из выпусков новостей на нашем канале, а также на информационном портале nvkonline.ru. А через неделю мы вновь встретимся и расскажем о главных событиях. Я, Павел Танин, на этом с вами прощаюсь. Доброго вечера, хороших выходных и до встречи на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»!